Да. Продолжение следует. Продолжение следует. Очень много народу, на самом деле. Олеся рассказала, что ушла с работы, с муниципального издания «Эхо столицы», это последнее твое место работы, и занялась налаживанием быта и счастья в своем семейном гнездышке. Они, скажем так, на довольно сомнительных источниках построили фактически дом, двухэтажный дом, нормальный. Есть у них хозяйство подсобное, три коровы, свиньи, птица и так далее. В принципе, подытоживая итоги прошедшей передачи, на ютубе она есть, я опишу ссылочки внизу, Олеся сказала, что статус-кво позволяет ей более-менее обеспечивать семью. Ну а те, скажем так, долги, которые висят на семье, Войтович и Терекондаковых, они не позволяют раструктуризовать, скажем так, задолженности перед банками, которые составляют порядка двух миллионов рублей. Порядка. Вот это вот, на этой ноте мы остановились в прошлой программе. Тут были экономисты, доктор наук Туяра Гаврилева и кандидат наук Варвары Баишева, которые сказали, что обязательно нужно составлять какой-то социальный контракт. Это мы помним тоже. Олеся очень скептически отнеслась к перспективе банкротства физических лиц. Прямо как мыльную оперу говорим, да, Олеся очень, в прошлом выпуске Олеся очень скептически отнеслась к перспективе банкротства. У нас есть специалист, юрист по банкротству физических лиц, но прежде чем мы коснемся вот этой темы, да, все-таки хотелось бы о возвышенном, о душевном, я бы сказать. Сколько гектаров ты получила по программе «Дальневосточный гектар»? У нас в семье шесть человек, мама, папа и четверо детей. Мы, когда эта программа начала действовать, и кутяне могли выбрать гектар в 2016 году, мы три гектара оформили на Вилюйском тракте. Какой километр? 35-й километр. А, 35-й, да? Вот, но в связи с этим ряд проблем возникает. Дело в том, что эта программа начала действовать для якутян зимой, когда вообще нельзя было выехать на место и понять, что ты берешь. Люди бежали, хватали просто какие-то картинки на картах. И в связи с этим, когда люди уже стали пытаться найти свои эти гектары, выезжали на места, в том числе и мои коллеги, да, которые взяли, они просто не смогли добраться до этих мест. Там не то, что нет дорог, там болото. Конкретно вот на Вилюйском тракте там лес горел, значит, и сейчас там болотистые места, и трудно даже добраться до места назначения. Если, конечно, еще на самом гектаре можно что-то делать. Вот, поэтому можно от гектара отказаться, закон это позволяет. Но я, например, отказываться не хочу. Прошло уже три года, когда я должна была отчитаться. Но проблема в том, что я туда еще пока даже не добралась. Вот вы еще не видели. Я видела примерно, так вот подобралась поближе и примерно видела, но я еще не сделала ни межевания, ничего. То есть воочию конкретно точки я даже не определила, где мой гектар. А как вы представляете, как он должен выглядеть? Как? Ну, мне нужна некая территория в лесной местности, пусть это будет лесная местность. Других у нас нет, ни пастбищных там, никаких. Но меня вполне устраивает. Я бы в дальнейшем... У меня четверо детей, дочка и три сына. И в дальнейшем, конечно, нужно будет каждому какое-то жилье и так далее. А я бы сама не отказалась когда-то сделать в том месте усадьбу. Потому что дорога хорошая. В принципе, от трассы всего лишь один километр в тайгу. Вот. Ну, более-менее такое нормальное место. Но там, если смотреть по карте, вся эта территория занята людьми. Но по факту там голый лес. Мы ездили осенью, бродили там. Ни одного колышка, ни одного забора, ничего нет. Вот. И я думаю, люди, конечно, будут осваивать, но не так быстро. Потому что иного способа получить земельный участок поблизости от города пока не представляется возможным. Вот. Если говорить про вот как выбирали там, да, там действительно очень хаотично у нас все расположено. И корень проблем не в том, что там люди просто неправильно сориентировались, да. Корень проблем в том, что у нас картографический материал, который на сайте, он старый. Да, старый, во-первых. И он те земельные участки, которые там ранее были предоставлены, они отображаются со смещением. Поэтому у нас и в целом по республике были всякие смещения, да. Но при этом мы понимаем, что у нас там на территории порядка двух тысяч участков, да. И, соответственно, город сейчас должен заняться проблемой именно планирования этой территории. То есть для того, чтобы начать какие-то работы вот на этой территории, мы должны понимать, чем там хотят заниматься люди. И город должен, с учетом этого мнения, он должен распланировать, создать проект планировки этой территории. Сейчас, в настоящее время, так как это все-таки территория лесного фонда, вот этих вот документов, основополагающих, нет. У нас, например, сейчас реализуется программа пилотных проектов. Вот таких вот агломераций, где у нас есть дальневосточный гектар, в целом по республике их 12. Их 12, и сейчас мы на четырех из них реализуем вот этот вот проект. То есть мы вначале делаем проект планировки, потом тянем туда электричество и строим дороги, да. Сейчас мы находимся на втором этапе. Мы тянем электричество. К коммуникации. Да, электричество тянем. Это у нас в четырех районах. Это у нас Петровка в Мегино-Кангаласском, в Амгинском это у нас село Булун, в Намском партизан, там продление улицы практически получается, и в селе Антоновка тоже там практически продление улицы. На следующем этапе у нас запланирована территория по Покровскому тракту, да. У нас есть территория в Мегино-Кангаласском районе, но, к сожалению, по якутскому попадает только в третий этап. Именно из-за того, что очень большое количество населения, во-первых, во-вторых, это получается, что практически отсутствует какое-то движение со стороны и самих граждан, и со стороны муниципалитетов, части организации территории. Мы знаем, что по Покровскому тракту там население очень активное, там есть такая общественная группа, которая всем этим занимается, и достаточно активно. Сейчас Хангаласский район занимается планированной территорией, там, где расположены дальневосточные гектары. Вот этого движения со стороны города Якутска пока нет, но они планируют, я знаю, что они планируют, соответственно, если будут деньги заложены, они этим займутся. И только тогда мы будем двигаться к тому, чтобы там появилась инфраструктура. Ну, Густан Николаевна, а вот я перебью. А есть ли шанс того, что вот был же пятилетний отчетный период, за который вот... Трехлетний. Трехлетний даже, да? За который семьи должны были, ну, каким-то образом освоить вот это. То есть есть ли шанс дожить до... Он уже прошел этот отчетный период. Нет, у вас, наверное, не прошел. Нет, ровно три года у меня прошло, я уже должна была отчитаться. Ну, вот в конце года, по-моему. Я уже должна отчитаться и либо отдать... Нет, это вы, наверное, считаете с момента, когда вы подали заявку и так далее. Ну, да, может быть, но... Но закон считает немножко по-другому. Закон считает с момента регистрации договора. А это еще несколько, там, месяц и так далее. В любом случае... Но эта декларативная кампания у вас все равно наступает, и после исполнения вот этой, ну, как бы подачи декларации идет освоение или не идет освоение, просто принимаются какие-то меры. Но прекращение права безвозмездного пользования, оно будет через пять лет. То есть, когда через пять лет мы поймем, что человек ничего не освоил и ничего не сделал, то, соответственно, право безвозмездного срочного пользования, оно будет прекращено. То есть, условно, еще два года есть у семьи, чтобы, ну, каким-то образом... Ну, тут еще возникает проблема, да, например, я свои три гектара оформляла под ЛПХ. Но дело в том, что... Что такое ЛПХ? Лично подсобное хозяйство. Чтобы я имела право разводить там живность какую-то, и мне никто там слова не сказал, если что-то не так, да, соседи там или еще что-то. Вот. Вот. Дело в том, что так как эти гектары находятся в лесной зоне, а в иной зоне взять нельзя было совершенно, ну, не нашли мы, то на той территории действует лесной кодекс. Нет, сейчас... И вот смотрите... И по этому лесному кодексу, насколько мне известно, я не имею права огораживать территорию, если там не пастбище. Нет, немножко не так, скажем так, да. Там есть исключение из норм. В случае, если вы выбираете вид разрешенного использования вот этого лесного участка, как строительство дома, ну, то индивидуальное жилищное строительство, либо в вашем случае введение личного подсобного хозяйства, то категория участка автоматически меняется на земли населенных пунктов. Соответственно, тот правовой режим, который действовал в лесном законодательстве, он частично теряет силу. То есть вам разрешается там строить дом, соответственно, вы можете заниматься там освоением. То есть огораживать можно, это делать можно. Но там есть, остаются нормы, действующие нормы все равно лесного кодекса в части запрета на сплошную вырубку там и так далее. То есть там есть определенные запреты, которые предусмотрены лесным кодексом. Но вот в части строительства жилого дома и в части вот введения каких-то работ по освоению там запретов нет. Сплошная вырубка это от какой площади считается? На корню все вырубается, на корню, ну, и строится дом там. Но это запрещается. Но там нужно делать проект освоения лесов, соответственно, там разрешат какую-то вырубку для того, чтобы построить дом. По карте это довольно-таки густая лесистая местность, вообще тайга по карте. Но по факту это выгоревшая территория, абсолютно, да. И я с лесником общалась, который хорошо знает эту территорию, это городского лесничества. Он сказал, вообще отлично, говорит, на этом этапе лучше всего строить, потому что там нет пока деревьев. Вот потом они вырастут, их нельзя будет рубить. А сейчас пока они-то вот так, если торчат от земли, да, ну ничего страшного. Но опять же, как строить? Без электричества, без каких-либо иных условий. Единственное, что вот и в прошлой передаче я говорила, да, что с большим удовольствием я бы хотела осваивать этот участок, уже сейчас начать осваивать его. Например, я могла бы там пока что сделать небольшую ферму. Каких-то животных, которые не нуждаются в ежедневном там двухразовом доении, да? Какие-нибудь гуси, там кролики могли бы жить у меня отдельно, куда я там раз, два раза в неделю бы приезжала и все. У нас же есть, как бы, достаточно эффективные примеры освоения дальневосточных гектаров вот на таком вот удаленном расстроении. Вот если говорить по городу Якутску, то это туристическая база у нас есть, без Тумус тоже она на Кенкеме. Соответственно, она уже работает, ну, сезон точно проработала, насколько я знаю, да. И, соответственно, она имеет своих клиентов, она доставляет туда туристов. Это как туры и выходного дня, так погребы и агады. Ну, это нужны были вложения. Да. А изначально программа дальневосточного гектара, как я поняла, она подразумевалась для физических лиц. Да, для физических. Для семей, да? А, стоп, давай мы перебьемся опять на рекламу, которая очень не кстати у нас на канале, как и везде, на всех каналах. Сразу после рекламы мы продолжим детальное изучение вопроса Олеси Войтовича. Реклама. Нет, не одним. Останавливаемся. Нет. У нас качественнее всего обсуждение как раз именно в паузу, когда вы смотрите рекламу, да, на самом деле. Мы остановились на том, что есть гектары, аж три гектара у семьи Войтович. И, слава богу, они пока еще не отказались, да? Не откажемся. И есть, как говорит Нюху Стана Николаевна Пахомова, заместитель министра имущественных и земельных отношений, какие-то радужные перспективы для жителей Дальнего Востока, которые позволяют более эффективно, скажем так, таким семьям заниматься обустройством Дальневосточного гектара. Не для кого же не секрет, что здесь уже более полугода идет обсуждение по Дальневосточной ипотеке, это который будет 2%. Там две категории граждан, которые смогут ее получить. Это молодые семьи до 35 лет включительно, да, и получатели Дальневосточного гектара уже без ограничений по возрасту. Но при этом есть ограничения в части того, что участок, который они будут осваивать, он должен быть либо для строительства жилого дома. Ну, то есть как раз в вашем случае он, наверное, подойдет, да. То есть это 2% у вас и вид, разрешенный, используемый для ведения личного подсобного хозяйства. В принципе... Тайка без электричества. Ну, да. В отдаленной перспективе. И, скорее всего, там еще будут требования в части того, что строить должен будет именно застройщик. То есть нехозяйственным способом, прямых выплат гражданина там, скорее всего, не будет. То есть есть такие вот моменты. То есть подэтаживая момент по гектару, мы резюмируем. Есть еще 2 года. Начинают работать фишки, которые вот руководство страны, понимая важность освоения Дальневосточных рубежей, начинает оказывать своим гражданам. Да, это и такая очень привлекательная ипотека под залог тех же участков, которые безвозмездно получены вами, нами. Но надо же выйти на какой-то уровень, скажем так, доходности. Вот если ты там разместишь табун лошадей, да? Вот тогда будет доход, я так полагаю. Кто будет охранять этот табун лошадей? Наемный рабочий хамночит. Для этого хамночита тогда придется тоже построить какое-то жилье. Вагончик, там нет электричества. На генераторе это очень дорого. Мы уже думали разные варианты. Как бы нам освоить? Я говорю, может быть, мне там просто насадить малины и заняться торговлей малины. Все-таки то, что нужно для малины. Ну, опять же, охрана. У нас в лесах могут и малины съесть. Нет, но в качестве сайлыка, который отвлечься, скажем так, от того же электричества и так далее, пожить при свечках, тем более у нас белая ночь и так далее, почему бы в качестве сайлыка, если у вас есть транспорт, чтобы добираться, да? Ну, предположим, что есть транспорт. Он же условно у вас есть. Почему бы нет? То есть летом вывезти туда хозяйство, пусть там птица пасется. Тем более ты говоришь, что там выгоревший лес, да? Ну, там он начинает расти, но той тайги, которая на карте, там нет. По факту нет? По факту нет. Есть вот такая вот эта, да? Да, вот такая. И идешь, тебя под ногами вода хлюпает там. Хорошо. Негустаник Николаевич, еще вопрос параллельный, да? А давайте мы спросим совместно у Войтовича, а получала ли ты участок как многодетная? Да, мы получили этот земельный участок. Вот этот вот, на котором стоит дом? Да, на котором стоит дом. Ну, в прошлой передаче я еще поблагодарила государство за те меры поддержки, которые оказывает. Я считаю, что эти меры очень достойные. Все это очень пригодилось. Земельный участок, материнский капитал, республиканский материнский капитал. Все это мы использовали, использовали реально во благо семьи. Вот теперь хотим еще гектар использовать во благо семьи. Слушай, я поражаюсь твоему оптимизму, да? Скажем так, сидеть на минусовых, скажем так, доходах, и при этом... А как быть? Ну, руки, ноги есть. Проблема в том, что дети маленькие. Ну, это же временно. Сейчас они держатся за твой подол, не дают выйти из дома никуда, да? Ну, через несколько лет, два, три, четыре года... А у Сергея еще сейчас сколько? Он, пять лет ему сейчас. Будет шесть. Ну, допустим, когда мы вечером идем в Хатон, дочка в школе, он один может с маленькими братиками оставаться. Он может... Пятилетний? Он пятилетний. Ну, мои дети все самостоятельные, они... Но он пока могет. Да. Уже могет, вернее. Конечно, может. Для чего я их выращиваю? Чтобы они все так или иначе когда-то нам помогали. Вот он два часа может вполне просидеть с малышами, чтобы они друг друга там не поубивали. А дочка в это время в школе еще нормально. Ну, мы пробовали и время увеличивали. Можем там подглядывали, могут ли они без нас какое-то время побыть. То есть, я думаю, буквально через два-три года мы уже будем более свободны в своих решениях. И будет нам уже проще. Слушай, а там рядом нет детского сада, который аффилирует какую-то программу социальную? Нет, возле нас нет детского сада, потому что у нас Хатын-Рягское шоссе. По большей части это были раньше дачные территории, и там никто не заморачивался. Более того, в этом году там делали дорогу, и все это шоссе было полностью закрыто все лето и до глубокой осени. До сих пор там не ходят автобусы. То есть, в плане социальной инфраструктуры, этот район, я думаю, не перспективен на ближайшие годы, если когда-то что. А где приписаны-то они в саду? Они же приписаны, они маленькие дети, они к какому-то саду относятся. Нам дали путевку в детский сад. На тот момент у нас осенью была машина, мы целый месяц ею пользовались. Мы съездили в этот детский сад, отвезли путевки. Мы были не так уж далеко от нашего дома, на машине в 10 минут. А когда мы лишились этой машины, мы поняли, что добраться в этот детский сад с тремя малышами можно только на двух автобусах. Два автобуса туда, два автобуса обратно вернуться. Два автобуса вечером туда, два автобуса обратно. То есть, мало того, что это куча времени, четыре поездки в день, куча времени. И одному человеку с тремя малышами, причем не в одном здании. То есть ясельная группа в другом здании, а для двоих детей в другом здании сад. В принципе, а что мне жаловаться? Да, проблема двоякая. С одной стороны, я рад, что Павел Сергеевич в пятилетнем возрасте начал помогать матери. В этом аспекте. Очень хороший, на самом деле, аспект. Я вообще говорю, семья нормальная. Единственное, что бывает же такое. Люди просто переоценили свои финансовые возможности и оказались в довольно серьезной финансовой ситуации. Выход ли из данной ситуации объявить семью банкротом? Ну, я считаю, это выход. То есть можно перезагрузиться, пройдя процедуру банкротства. Там есть, конечно, свои последствия в процедуре банкротства. Но я думаю, они не такие страшные. То есть пять лет кредита не сможете брать. Но у вас сейчас, я как знаю, просрочка уже имеется. Уже два месяца я не плачу и начинается уже... Соответственно, уже кредитная история испорчена. Вам кредит уже не дадут. Ту же ипотеку по 2% вы уже не сможете взять, получается. Также вы не сможете заниматься бизнесом в течение трех лет. Это как бы единственный минус, наверное, для вас. Потому что вы хотите в перспективе же осваивать гектары. Я занимаюсь бизнесом без бизнеса. Ну, понятно. На принципе, самозанятости. Да, я продаю излишки со своего хозяйства. Кстати, да, вот сейчас закон о самозанятости есть. Если не продали, мы сами съели. Если не съели, продали. Там бизнеса как такового нет. А вообще механизм банкротства для физиков, он вроде бы декларативно есть, да? А он работает или нет? Он работает в данный момент. Он принят в 2015 году, в принципе, относительно недавно, да? Но в целом уже практика сформирована. Тем более у нас в регионе. Лично у меня клиентов уже очень много, кто прошли эту процедуру еще в 2016 году. И сейчас довольно нормально живут посредством, то есть без кредитов. Без кредитов. Но имеют ли они свое имущество какое-то? Единственное, жилье имеют. Ну, к примеру, да? Что еще? Есть ряд имуществ, которые не могут забрать. Скотина в том числе? Вот по ГПК, по Гражданскому процессуальному кодексу. Не имеют права трогать. А эта скотина, она на меня не оформлена. Ко мне придут, скажут. Тем более тогда. А вот корова, я скажу, это соседская. Все, они ничем не докажут, у коровы нет. То есть ты подстраховала? Да нет, просто оказывается, ну вот нет такого, что вот у Войтовича три коровы. Нет. Нигде не написано это, чьи это коровы. Вообще закон как бы свежий, да, с 2015 года, но можно обратить внимание на опыт других стран. То есть там-то около 100 лет существует данный закон. Стран прямо? Не регионов, а стран, да? Стран, да. В регионах-то у нас все по одним закону живем. Я вот немного в интернете изучала вот это банкротство. Первое, куда я подумала обратиться, наверное, решить как-то попытаться эту проблему. А банкротиться, думаю, нафиг. Очень тяжело сейчас с маленькими детьми все это выплачивать и так далее. Вот. И оказалось, что судебная практика, она не столь радужная. Оказывается, у нас есть судебные... По стране. Есть судебные решения, когда человека, который обратился за банкротством, его обвинили в мошенничестве. Но если он предприниматель? Нет. Это банкротство физических лиц. То есть обвинили... Почему? Потому что этот человек пользовался кредитной картой уже после того, как он потерял доход. Например, и мне сказали, у тебя такая же перспектива. Я пользовалась кредитными картами, я думала, блин, да я выплачу все. Могу там пояснить, смотрите. Это может быть в единственном случае, если вы кредит взяли и ни одного платежа не сделали. То есть заведомо взяли деньги без возврата. То есть не планировали возвращать. В этом случае там уголовная ответственность предусмотрена. Там не то, что мошенничество, а именно федеральным законом о банкротстве предусмотрено уголовное ответственность. За фиктивное банкротство. Но если платежи были, то есть обычно у людей всегда есть платежи. Человек, если берет кредит, он там минимум 3-4 платежа делает в любом случае. То есть в этом случае уже уголовки никакой не будет. Ну нет, все эти карты я 3 года держу. И 3 года я по ним платила, платила и опять тратила. То есть в принципе вот эта ответственность за якобы мошенничество не светит. Это уже радует. Далее какие у тебя вопросы есть по механизму банкротства? Вообще куда следует обращаться? Как подать? Сказать, вывернуть карманы и сказать, все, я банкрот, ребята, давайте я не буду платить. Если у вас сумма долга больше 500 тысяч рублей, просрочка больше 3 месяцев и неплатежеспособность, либо отсутствие дохода, либо доход недостаточный, вы можете обратиться в арбитражный суд с заявлением. И туда нужно внести некую сумму? Вносятся средства на депозит суда, это 25 тысяч рублей за каждую процедуру. Их всего 2 может быть. То есть реструктуризация, то есть это как финансовое оздоровление. Человека пытаются как бы вернуть в график, да? И реализация имущества. То есть там уже торги производят, какое-то имущество забирают, какое-то не могут забрать, как мы уже выяснили. Соответственно, за каждую процедуру по 25 тысяч оплачиваете. И госпошлина сейчас 300 рублей. Представляете, человек, который неплатежеспособен, не может сделать ни одного платежа, ни по какому кредиту, должен где-то взять 25 тысяч. Я вот сейчас не представляю, где я возьму 25 тысяч. Нет, ну если перспектива есть, скажем так, мы же, скажем, не на Луне живем, и не в космосе, да? Есть у тебя здравая вокруг тебя социальная, скажем так, ячейка, друзья твои там и так далее, и так далее. Почему бы нет? Ну, сейчас, Нюрбун, давайте мы еще раз о тонкостях и так далее, да? Мы опять же сразу после рекламы. Вот только-только горячая темя Вайтовича начала сердиться уже, да? И тут бабах опять режиссер мне говорит, а перейдите-ка, дорогой друг, на рекламу. Реклама прямо сейчас. А еще раз говорю, ссылки на первую часть вы увидите ниже. Мы продолжаем изучать, что бесит Вайтовича. Вайтович бесит все, начиная с того, что это мы за время рекламной паузы узнали, зато начали отделять дальневосточными гектарами без межевания, межевать приходится самим, скажем так, держателям дальневосточного гектара. Ну, в принципе, что-то в ее словах есть. Вообще, Вайтович человек такой, который за словом в кармане полезет и все скажет, как есть. Мы возвращаемся к процедуре банкротства. Нюргун, вот арбитражный суд, 25 каждая процедура, да? Грозит ли вот ее единственное жилье, которое, оно не переведено, нюанс, не переведено в разряд жилого, да, стать собственностью, скажем так, тех... Я кратко поясню. Смотрите, мы строим дом с участием материнского капитала. Но у нас не хватает средств пока достроить этот дом и ввести его. Мне уже сказали, что ввести могу на любом этапе. Мы, по факту, мы там уже живем. Но когда мы его введем, этот дом должен быть по закону о маткапитале, быть общей собственностью, в том числе детей. Вот. И, наверное, и также у нас с мужем совместная собственность, земельный участок, на котором стоит этот дом. Да, также по закону о участках для многодетных. Ну, понятно. Это все. Ну, еще в собственности у нас, у меня машина за 60 тысяч. Сами представляете, какая это, может быть, ценность, какую представляет из себя эта машина, на которой мы даже не ездим. Пока. Надеюсь. Вот. Что я теряю? Что? В данном случае, если дом не оформлен сейчас, как единственное жилье, есть риск потери. То есть я все-таки... Тогда у нас вообще жилья не будет. Я все-таки рекомендую его оформить сначала. Угу. Да, и потом уже обращаться к процедуре банкротства. Ну, чтобы без рисков лишних. А что касается машины, к сожалению, ее могут реализовать тоже через торги, это все происходит, да? Но там доля мужа же присутствует. Нет. Это во время брака приобреталось. А, ну да, машина. Соответственно, если во время брака приобреталось, то вы пополам ее делите. То есть если даже с торгов будут ее реализовывать, ваш муж может выкупить вашу долю. У него есть приоритетное право выкупа. То есть за 30 тысяч, грубо говоря, если она стоит 60 тысяч. Также можно, у вас дети там не болеют, статусы инвалидности, у них у кого нету, да? Здоровенькие. Здоровенькие. Молочко пьют. Молочко пьют, парное. Просто можно было также тоже машину сохранить. То есть она необходима для, допустим... Транспортировки. Она реально необходима. Ну, либо вот, да, даже дети же маленькие тоже. В принципе-то она необходима же для... В наших реалиях-то там, вы говорите, садик далеко там, да, тоже. Да. Вот. То есть все можно это в суде доказывать. Ну, к сожалению, практика такая сейчас, ну, неоднозначная в эту сторону, да. Поэтому, если без рисков прям делать, то лучше жилье оформлять, машину выводить на торги и выкупать долю, соответственно. Ну, муж выкупает вашу долю, и вы сохраняете эту машину. Скотину они не отбирают? Скотину нет. Ну, прямо отбирают, не отбирают. Прямо как в каком-то мироедском обществе живем, на котором какое-то жадно очень государство. На самом деле, даже сама Олеся признается, что меры по поддержке многодетных, тем более, да, они достаточно существенны. Вот, ну, просто так сложились звезды, что, ну, не смогли должным образом, скажем так, или, вернее, там, эпоха жизненная такая случилась, что уход с работы и так далее. Ну, смотрите, Нергон, если банкротим одного из членов семьи, да, то есть не мужа банкротим, у мужа кредиты, кстати, на кого оформлены? На тебя? Я не знаю, у него есть ли вообще кредиты. Ты не знаешь, есть ли у мужа кредиты? Ну, такое часто бывает, кстати. Да, ну, по крайней мере, на моей памяти кредитов он не брал для каких-то совместных там. А мелкие, возможно, и есть, да? Может быть, и есть, но такого, чтобы он платил. Нет, ну, вот те кредиты, по которым мы сказали совокупно за дом, составляют. Они все оформлены на меня, потому что он сидел с детьми, а я бегала и все это делала, чтобы строить дом. То есть можно бабахать таким образом, Сергей, отстраняем тебя, банкротим. В принципе, так можно, да? Да, да. Соответственно, так. Единственное, только с машиной будет нюанс. Далее, Нергон, еще вопрос. Минусы, которые неизбежны при прохождении процедуры банкротства, вот, ну, скажем, порча вот этой запретно-предпринимательскую деятельность, порча кредитной истории, они как бы условно-временные, да? Не постоянно. Да, то есть законом нам установлен срок пятилетний. То есть через пять лет по закону можно обращаться в банки. То есть в банки всегда можно обратиться, да? По закону вы просто обязаны оповещать банк, что у вас есть статус банкрота. Вот так вот звучит в законе. То есть если сейчас Олесе 30, пардон, извиняюсь, что выдаю твой вот за, 37 лет, то, в принципе, не все потеряно. И пройдя вот данный этап, можно уже как бы сделать, ну, пройти перезагрузку, как вы говорите, и начать с белого листа. Почему бы не воспользоваться этим? Поскольку мы же ищем реальные механизмы, которые позволят вам, ну, значительно, скажем так, облегчить жизнь. Я, честно сказать, да, конечно, я не юрист, никаких процедур не проходила, у меня нет знакомых, которые проходили. Все, что я могу знать, знаю из интернета, читала комментарии какие-то и так далее. Что пугает меня? Меня пугает в этом всем невозможность самостоятельно управлять своей жизнью, своим имуществом. Для примера. Во время процедуры имеете в виду? Ну, во время, может быть, после какой-то ограничения. Например, земельный участок, который на нас с мужем, да, оформлен, под этим жилым домом. Ну, вот, я не знаю, а вдруг они скажут, а вот земельный участок, это не единственное жилье, и мы его у вас забираем. Вы не можете теперь продать дом там, ну, я не знаю нюансов, да. Вот, ну, меня единственное, что в этом всем пугает, что я не смогу, если я захочу и продам дом, например. А что пугаться? Я смогу это сделать? А нельзя ли бы сгрессиво хапку все документы, да, и пойти к... Ну, это надо 25 тысяч, вынь да положь, а где? Аспирон на консультацию прийти. Аспирон на консультацию, еще раз говорю, 25 тысяч, это решаемый вопрос, даже с учетом. Давайте вот клич бросим там. И убьем одну корову. Ну, не убивая, скажем так, ну, как в том анекдоте, да, ради тарелки холодца, зачем всю жизнь лишать? Также в процедуре банкротства предусмотрено финансирование третьей стороной. То есть вы можете в суде попросить отсрочку данного платежа, к примеру, либо найти, да, как говорите, спонсора. То есть если у вас доходов нету или там... Просто в процедуре банкротства необходимо обозначить, что вы в перспективе сможете вот эти расходы нести. Вот еще нюанс. Смотрите, я... Вот у меня два пути, если мне нечем платить кредиты в данный момент. У меня два пути. Первый путь, по которому, видимо, сейчас я иду, да, я просто тупо не плачу, мне нечем платить. Я не плачу. Со дня на день банки подадут на меня в суд. Они выиграют этот суд, да, а так как взять с меня нечего. Ну, они меня обяжут оплачивать там какие-то свои несчастные 50% дохода. А мой доход на сегодня, это только детские пособия в размере 4 тысяч на 4 детей. Все, весь мой доход. Но долг будет висеть. Вот, это долг будет висеть в любом случае, да, то есть вот... Не в случае банкротства. Это первый путь. А вот в случае банкротства, да, я иду, плачу 25 тысяч, где-то их нахожу, суечу, значит, плачу, на меня какие-то ограничения накладываются. Но нет никакой гарантии, что меня просто освободят от этих долгов. Нет. Они будут мне делать там реструктуризацию и так далее. Эти долги все равно будут на мне висеть. Нет, почему? Разве нет? Я не... А зачем вообще проходить процедуру банкротства ради списания долгов? Сначала там будет реструктуризация, что-то я обязана буду все равно платить. Там, смотрите, если у вас дохода нету, если у нас ниже прожиточного минимума, да, у вас тем более детей же много, уже многодетная мать. Соответственно, вы этап реструктуризации сразу же минуете. То есть его вводят только тем людям, у которых есть доход достаточный. У вас в любом случае доход недостаточный. То есть там прожиточный минимум у нас 17 500, по-моему, на взрослого человека и на детей по 16 500. То есть это все, если плюсуем, то доход минимум должен быть где-то 60 тысяч у вас официальный. А этого нет? Нету, соответственно. То есть этап реструктуризации в твоем случае... У вас процедура банкротства сразу начнется с реализации имущества. Я хочу понять, кому это выгодно и где подвох. Я могу объяснить. Смотрите, банкротство, оно на самом деле выгодно как должнику, так кредитору, так и государству. То есть, в принципе, всем сторонам. Почему? Потому что должнику, понятно, то есть долг списывается, прощается долг. Кредитору, то есть у банков есть баланс, на котором, допустим, они когда выдают кредит, они формируют резерв. Обязаны это делать, это контролирует центральный банк. И почему коллекторам, вот знаете же коллекторы есть, да, у нас такие граждане, да, вот. Почему банки продают коллекторам? Чтобы почистить этот самый баланс. Чтобы перед центробанком, перед налоговой у них все было чисто. То есть процедура банкротства их тоже очищает, соответственно. Ну и государству почему выгодно? Потому что перекредитованность населения, она приводит, как бы, к разным моментам, да, то есть негативным. Негативным, да. У населения, ну, негатива много происходит, там, за грани бедности могут оказаться люди. То есть, ну, вот, то есть для всех выгодна процедура банкротства. Ну, в общем, подводя итоги, давайте. Заинтересована и, наверное, обращусь для консультации. Да, Миргун, я очень прошу, скажем, обратить вот это внимание, потому что, ну, это очень хорошая, на самом деле, реклама, поскольку, еще раз, вот, когда человек на себе проходит, и человек с радостью вещает об этом, а аудитория у него очень качественная, хорошая, да, подэтаживая, ну, скажем так, с гектаром более-менее понятно. В принципе, у нас есть отсрочка в два года, которую ты сможешь реализовать, пройдя процедуру вот этого самого банкротства, на самом деле, да. То есть, вот, по принципу то ли Саилыка, то ли лично подсобное хозяйство, если, скажем, вот, говорят же, на третьем этапе. Третий этап, когда наступит, неизвестно, да, вот, подвода коммуникации. Да, пока неизвестно. Пока неизвестно, но гарантии. Вероятность того, что ты украдешь какой-нибудь тактический ядерный заряд, он гораздо больше, да, и поставить у себя на участке. Поэтому, еще раз, алгоритм действий, а, во-первых, все-таки пойти поплакаться в банке, б, посоветоваться с юристом, да, и оценить все возможности, все-таки подать тебе, только тебе, не Сергею, на процедуру банкротства, и очистив, скажем так, вот этот неподъемный долг, свою ауру, в том числе, совесть свою, да, выйти уже на новый уровень развития и с легкой душой говорить, я нормально веду вот это вот хозяйство. Просто есть такая надежда, если мы будем осваивать гектар, то есть целых три гектара земли, мы можем увеличить наше поголовье, все-таки они же животные, они рожают. Естественно, у нас буквально секунда остается, я хочу выразить благодарность очень хорошей аудитории, нашим экспертам, Нергону, Нергустане Николаевне, за то, что в твою ситуацию попытались смотреть под лупой, и да, дельный совет, увидимся. Продолжение следует...